Арбитражный суд вынес решение о расторжении договора между администрацией города Чебоксара и компанией коммунальной технологии. Напомним, предприятие уже несколько лет не платит аренду, образовались большие долги за потребленный газ. Теперь в этом деле поставлена точка, ситуацию обсуждали и на совещании в правительстве республики и на городской планерке. Удовлетворено требование судом совершенно объективно о расторжении этого договора в связи с тем, что существенная сумма задолженности, о которой мы и ранее информировали, она подтверждена и судом первой инстанции. Кроме того, судом отказано в удовлетворении встречного искового заявления о взыскании суммы неосновательного обогащения, которое коммунальные технологии хотели взыскать с администрацией города Чебоксара. Рассматривая новые варианты работы с поставщиками ресурсов, нельзя забывать о бесперебодном обеспечении жизнедеятельности населения города, отметил глава Чувашии. Сейчас в администрации Чебоксара рассматривают два пути выхода из ситуации. Первый – передать и включить все имущество в уставной капитал водоканала. Второй – передача в концессию другой ресурсоснабжающей организации. Нам необходимо дождаться полностью решения суда, который вступит в законную силу. Я так полагаю, что апелляция решения суда в любом случае КТ будет проводить, поэтому где-то порядка шести месяцев мы ожидаем окончательного принятия решения судом. Глава столичной администрации Алексей Ладыков подчеркнул – оба варианта нужно детально и внимательно проработать. Нужно проконсультироваться и с Минстроем, Чувашей, с экспертами в области теплоснабжения, с депутатами, общественниками. Ну и затягивать здесь не нужно. Вполне вероятно, что в этом году, в следующем, точнее, отопительном сезоне, мы будем работать с новой теплоснабжающей организацией, поэтому план прошу предстоять в течение 10 дней.